Сегодня мы попробуем приготовить гречку с грибами и овощами. Этот рецепт я взяла у своей бабушки, соблюдает пост. Она у меня недосконально, но старается придерживаться основных правил. Итак, нам понадобится стакан или два пакетика гречки. Грибы можно взять те, которые вам нравятся больше. Я люблю шампиньоны, поэтому буду использовать их. Также пригодится одна луковица и морковь. Гречку, кстати, можно заменить на любую крупу, которая вам больше по вкусу. Для начала промываем грибы и отправляем их на сковородку. В это время ставим варить крупу. Как только из грибов выпарится вода и они немного поджарятся, добавляем к ним лук и морковь. В последнюю неделю поста верующие в пищу употребляют в основном сырую еду. Некоторые вовсе даже переходят на хлеб и воду. Для тех, кто начинает поститься, это большой стресс для организма. И блюдо, которое мы сейчас готовим, оно и вреда не причинит и впишется в правила постного меню. Готовую гречку добавляем к грибам и овощам и тушим вместе около пяти минут. Вот так совсем незатратно и легко можно приготовить вкусное постное блюдо. А на десерт можно запечь яблоки с медом и изюмом. Из яблока нужно вырезать серединку и наполнить ее изюмом и медом. Сверху накрыть шляпками и отправить в разогретую духовку на 15-20 минут. Фрукты и овощи – это основная пища во время Великого поста. Этого придерживаются верующие по всему миру. В Румынии, к примеру, любят тыкву. Для большей сытности ее фаршируют рисом и помидорами. Греки еще оригинальнее. В первый день поста они едят луговую траву, тушеную в оливковом масле. Выкладываем нашу гречку с грибами в тарелку и достаем яблоки из духовки. На приготовление двух блюд из постного меню мне понадобилось примерно 40 минут. Гречку можно подавать на обед или ужин. Самое главное – помнить, пост – это не диета, а испытание. И прежде чем поститься, человек должен задуматься о своей вере и духовности, а уже после о меню. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов, программа «Город».